По следам всемогущих, затерянные в джунглях города, Эрих фон Деникин расскажет вам сегодня о сокровищнице инков, о солнечном камне, об испанских завоевателях и красавице из племени инков, о полете вертолета в зеленый ад, о бесконечных ступенях и террасах, об индейцах Коги. Сегодня мне хотелось бы повезти вас в джунглях, в два таинственных города, история которых покрыта мраком прошлого. Один из этих городов известен, это Мачу-Пикчу в Перу, другой, за исключением немногих специалистов, не знает никто. Он находится в жарких, влажных джунглях Сьерра-Невада, де Санта-Марта, в современной Колумбии. Скоро вы убедитесь, как много общего у этих городов, хотя они и удалены друг от друга на тысячи километров. Мачу-Пикчу – божественная святыня особого рода. Это место расположено в 112 километрах северо-западнее перуанского города Пускло, на высоте 2360 метров. Далеко внизу – извилистая река Урубамба. Туристам говорят, что Мачу-Пикчу открыл американский исследователь Хайрам Бингхэм, оказавшийся в этом городе в джунглях в 1911 году. К сожалению, эта история не соответствует действительности. Несомненно, достойное уважение американец Хайрам Бингхэм не открыл город в джунглях, который местные жители знали уже давно. Хайрам Бингхэм первым описал его для общественности. Слово «пикчу» означает «вершина», а «мачу» буквально переводится как «старый». Таким образом, Мачу-Пикчу – это старая вершина. Напротив нее, на другой стороне реки Урубамба, поднимается другая вершина. Это Уяя-Пикчу. Мачу и Уяя-Пикчу возвышаются над влажно-туманной долиной Урубамба, словно подмоченные сахарные головы, отделенные друг от друга только серебряной полосой реки, грохот которой слышен высоко на Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу неописуемо. Исследователи назвали ее «гимном из камня» и «гимном расточительного, шокирующего великолепия». Из всех городов-крепостей – это самая безрассудно смелая сокровищница Инков, божественная резиденция сынов Солнца. Никто не знает настоящего возраста Мачу-Пикчу. Никто не знает его первоначального названия. Из хроники испанских завоевателей известно, что солдат по имени Мигуэль Руфино спас индейскую девушку от изнасилования. Он убил мечом своего товарища, а затем скрылся с красавицей из племени Инков. После многодневного пути по запутанным тропинкам она привела его в священный город Дев Солнца. Солдат Мигуэль Руфино позже описал это место с лежащей внизу рекой и обеими горными вершинами настолько подробно, что не осталось никакого сомнения – он был Мачу-Пикчу. Герой и его возлюбленные должны были дать клятву повиноваться законам Инков и никому из чужих ничего не рассказывать об этом священном городе. Им разрешили поселиться, пришедшим в запустение дворце, где они и прожили целый год. Уже тогда город Мачу-Пикчу был заброшен. В Мачу-Пикчу на искусственных террасах возвышаются 92 сооружения. Они занимают площадь размером 800 метров в длину и 500 метров в ширину, без учета многочисленных террас для земледелия, несколько из которых буквально прилипли к вертикальному склону скалы. Это единственное в своем роде чудо инженерного искусства сооружено настолько хитроумно, что снизу, из долины Урубамба, его не видно. Строительный материал состоит преимущественно из голубоватого или изумрудно-зеленого гранита, а также из светлых вулканических пород. Даже самому невнимательному человеку, к тому же подгоняемому экскурсоводам, в Мачу-Пикчу сразу же бросаются в глаза три различных стиля строительства. Во-первых, это небольшие стены земледельческих террас. Такие еще и сегодня сооружают индейцы высокогорья. Затем внушительные стены строений инков с их многогранными, тщательно обработанными и подогнанными друг к другу блоками, с монолитными поперечными балками, мощными башнями и классическими проемами в форме трапеции. И, наконец, в-третьих, древние громадные мегалиты весом в сотни тонн, на которых держится все остальное. Характер построек прошлых столетий свидетельствует о том, что руины сегодняшнего Мачу-Пикчу все еще покоятся на древних мегалитах. Это остатки того загадочного города в джунглях, где испанскому солдату Мигуэлю Руфину было позволено жить со своей возлюбленной. И сооружение, и архитектура Мачу-Пикчу – это творение поколений, созданное на остатках значительно более ранней культуры мегалитов. Так называемый «затерянный город инков» существовал уже задолго до прихода испанских завоевателей. Нельзя не заметить различия стилей строительного искусства, мегалитов и творений инков. Вот сооружение, которое в наши дни называют «королевский мавзолей». Он весь вырезан из естественной скалы, и даже семь ступенек, ведущие вниз к мавзолею, вырублены в этой же самой скале вопреки всем традициям инков. То же самое утверждение уместно и относительно главного храма Мачу-Пикчу, имеющего форму подковы. Он возвышается на трех мощных каменных глыбах, вырезанных из единого блока природной скалы. Эти стены в два раза выше той стены, которую на них позже построили инки. Верхняя треть, пожалуй, принадлежит инкам, а нижняя две трети — тем неизвестным мегалитикам, то есть людям периода мегалита, которые и заложили Мачу-Пикчу. И, наконец, башня. В настоящее время ее называют «старожевой башней». Она подтверждает только что сказанное. Старожевая башня выполнена в виде полукруглой каменной кладки, которую инки выложили вокруг имевшейся мегалитовой структуры. По необъяснимым причинам, они оставили нетронутой первоначальную каменную структуру. До сих пор невозможно понять, что означает каменное образование по основанию этой странной сторожевой башни. Итак, каков же возраст первоначального Мачу-Пикчу? Сами инки относят начало своей династии ко времени родоначальника по имени Манко-Капа, который, будучи сыном бога Солнца, основал империю. Этот Манко-Капа появился как учитель. Он научил темных жителей Андов выращивать растения, прокладывать растительные каналы и воздвигать храмы. Разумеется, он учил их математики и астрономии. На самом высоком месте, Мачу-Пикчу, возвышается вызывающий наибольшее удивление и чаще всего фотографируемый мегалитный дор, солнечный камень. Его называют Интиуатаном. До него можно добраться по узким каменным ступеням, если только не думать, что слева, глубоко внизу, извивается река Гурубамба. Интиуатана вырублен из одной внушительной каменной глупы. Основание и сам солнечный камень монолитны. Они как бы срослись друг с другом. Всевозможные ступени разной величины заканчиваются на своеобразном прямоугольном горном выступе, который, как немой свидетель, до сих пор непознанные технологии, выставил в небо свой тупой палец. Блок, между прочим, сориентирован как по компасу на четыре стороны света. Диагональ поперек выступа делит небосвод на две равные части и в начале весны точно указывает на небольшое каменное окно на верхнем краю округлой вершины горы. Точно в этой нише восходит солнце. Это слово, Интиуатана, по смыслу означает место, которое удерживает солнце. В настоящее время астрономы Аризонского университета занимаются изучением возможной связи расположения этого загадочного каменного блока с астрономией. С уверенностью можно сказать одно. Доинковские племена не по собственному почину прилепили к крутым горным склонам в мегалитовый город, который предшествовал Мачу-Пикчу. У них были учителя. Два сына бога-творца Веракоши. Об этом поведал испанский летописец Крестобаль де Малино. Сыны бога учили людей резки камня, транспортировки камней и астрономии. Однако позже сыны бога разочаровались в людях, потому что те поклонялись фигуркам богов. Сыновья доложили об этом своему отцу, и тот наказал неблагодарных людей молнией и огнем. Тем не менее, и этот южноамериканский бог-отец пообещал когда-нибудь снова вернуться. С тех пор инки со страхом наблюдают за каждым знаком на небе, отмечая каждое изменение и каждое движение. Это та же самая надежда на возвращение или сообразное обстоятельство он страх перед возвращением, которые вплоть до сегодняшнего дня живы во всех религиях. Второй город-призрак, с которым я хотел бы вас познакомить, лежит, прижавшись к щельям горы Серро-Кореа, высота которой 3055 метров. Гора, в свою очередь, является составной частью Сьерра-Невады де Санта-Марты в государстве Колумбия. Как же называется этот город, о котором, я уверен, вы никогда не слышали. Его называют Буритака до Сиентус или Буритака 200. Громадная территория. Колумбийские археологи под руководством профессора Зото с 1976 года прошли по его вымощенным улицам и дорогам в общем и целом 2000 километров. Буритака добрый десяток раз больше, чем Мачу-Пикчу в Перу. Но точно так же, как Мачу-Пикчу, Буритаку называют затерянным городом. Нет дорог, которые вели бы в Буритаку. Нет и туристов. Поэтому добраться до затерянного города я смог только на вертолете. Уже подлетая, я заметил среди зеленого буйства внизу подо мной как бы посадочную площадку для вертолета, которая выглядела как светлая терраса, контрастно выделявшаяся на зеленом фоне. Чем ниже спускался вертолет, тем больше терраса казалась похожей на свадебный торт, так как одна площадка лежала над другой. Подлетая, я с жадностью пытался как можно больше сфотографировать, чувствуя, что, наверное, больше никогда сюда не попаду. Пилот же торопился, опасаясь поднимающегося тумана. Он мягко посадил машину на верхней террасе и сразу же снова взлетел. Через шесть часов он хотел забрать меня на этом же месте, если позволит погода. Я никогда не забуду, что как только стих рокот вертолета, начали рычать обезьяны, трещать птицы и жалобно выть звери, которых нигде не было видно. И повсюду меня преследовало жужжание москитов, оказавшихся моими большими приверженцами. Я охотно ходил бы в костюме Адама, но противные комары напоминали мне, что я нахожусь не в раю. Когда-то я читал, что есть примерно полтора миллиона видов насекомых. Значительная часть их, вероятно, собралась в Буритаке. И вот передо мной открылась бесконечная лестница, которая исчезала где-то под лианами. Когда я оглянулся, мне в голову пришла мысль, что верхняя терраса, где я приземлился, скорее всего, возникла из-за случайного нагромождения каменных плит. Однако вскоре я заметил, что стою на причудливой, словно специально спланированной местности с каменными кругами, извилистыми каменными стенами, эллипсами, башенками, лестницами и дорогами. Неописуемый хаос-форм. Каждый раз, когда я отодвигал в сторону занавес из лиан, меня ожидали новые сюрпризы, которые простирались вниз по горе до речушки Буритака и поднимались вверх по крутым склонам. Куда бы я ни пошел, под ногами у меня постоянно была искусственно выровненная почва. Висячие сады Семирамиды в Вавилоне считаются седьмым чудом света. Я радую за то, чтобы Буритаку в Колумбии объявили восьмым чудом света. Здесь есть аккуратно выложенные мощные стены. Между их камнями и площадками пробилась сила растительного мира джунглей. Ореховые и лавровые деревья, кедры и папоротник всех оттенков зелени. Буритака сегодня как лабиринт, но лабиринт с неразличимыми ходами и переплетками. Куда бы я ни взглянул, вверх, вниз, направо, налево, вокруг меня повсюду были другие площадки. Иногда мне казалось, что под моими ногами наконец-то естественная почва, но это было ошибкой. Как же это выглядело столетия тому назад, когда жрецы самой верхней террасы прославляли своих богов, а тысячи индейцев стояли на площадках и к небу поднимался дым жертвенных костров. В Боготе профессор Зотто объяснил мне, что весь город строился на основании большого плана. Он только не знал, что это за план. Прислонившись к стволу дерева, я заметил полутораметровый монолит, который нашли в Буритаке археологи, проводившие раскопки. Может быть, замысловатая игра выгравированных на нем линий, это и есть неизвестный план громадного города. в Буритаке. Так кто же они строители Буритаке? Профессор Зотто объяснил мне, что сегодняшние индейцы Коги на побережье и в долинах Сьерра-Невады являются потомками индейцев Тайрона. Но слово Тайрона уже давно имеет гротескный оттенок, потому что индейцы Тайрона сами себя так не называли. Имя Тайрона дали жившим здесь индейцам только испанцы, потому что Тайро означает примерно лить металл. А это было именно то, что испанцы хотели от индейцев. Война между индейцами джунглей и испанцами продолжалась целых сто лет. Но, конечно, индейцы с их камнями, дубинами, копьями и отравленными стрелами не имели никаких шансов против превосходящих сил испанцев. В итоге так называемая тайронская культура погибла и была забытой. Джунгли поглотили когда-то цветущие поля, селения и города. Люди, которых испанцы называли индейцами Тайрона, в действительности принадлежали к народу Кагаба. В настоящее время их называют совсем упрощенно Коги. Профессор Райхель Далматов много лет интенсивно занимался историей индейцев Коги. Он пришел к выводу, что все постройки Коги могут стать понятными только если учесть взаимосвязь со Вселенной. Если, например, строились террасы, дом или храм, то это происходило во взаимосвязи с космосом, Вселенной, небесными телами и календарем. У индейцев Коги Вселенная считалась яйцевидным пространством, определявшимся семью точками. Север, юг, запад, восток, зенит, надир, точка, противоположная зениту, и, наконец, центр всего яйца. В определенном таким образом пространстве располагались девять слоев, девять миров, из которых средний слой, пятый, представлял наш мир. В соответствии с этим принципом сориентированы все храмы, террасы и строения индейцев Коги. Дома Коги тоже имели яйцевидную форму и стояли на площадке, которую вы до этого видели. Причем Коги считали, что четыре слоя яйца лежали под землей, четыре над землей. А в среднем слое, пятом, на площадке живем мы. Мужчины и женщины у Коги жили раздельно. Каждая община Коги имела яйцевидный мужской дом, над крышей которого, как флагшток, возвышался большой шест. А напротив, наискосок, стоял яйцевидный женский дом, из конька которого торчали две сложенные крест-накрест балки. И обратите внимание, дома были сориентированы так, что точно 21 марта, в начале весны, шест с крыши мужского дома бросал длинную тень на землю, и она в конце концов проходила между скрещенными тенями балок женского дома. Фалос проникает в вагину. Символ весны. Пришло время бросать в землю семя. Внутри храма Коги шеста на крыше свисала толстая веревка, проходившая через четыре космических слоя вниз до пятого, до площадки, то есть до земли. Верховные жрицы Коги были убеждены, что благодаря этой веревке они связаны со своими космическими учителями. Еще в 1926 году венский профессор Теодор Пройс опубликовал мифы индейцев Коги. В мифе говорится, что однажды случился страшный потоп, и один жрец построил волшебный корабль, в который были погружены все виды животных. После потопа корабль опустился на горный хребет Сьерранегра. А когда все злое погибло, с небес спустились как жрецы, так и старшие братья. Во всех храмах Коги сохранились воспоминания о тех космических контактах. Существуют странные параллели. Миф Коги утверждает, что после потопа все спустились с небес на землю. В другом географическом регионе между Тигром и Ефратом в шумерском царском документе можно прочитать, что после того, как вода спала, царство снова спустилось с неба. То же самое говорится в эпосе о Гильгамеше, повествующем, что после наводнения боги спустились на землю. И таких совпадений очень много. Эпос о Гильгамеше, между прочим, шумерский. У кого же хватит достойной сожаления смелости при подобных совпадениях снова говорить о случайностях? сведения о реальных событиях тысячелетней давности не могли быть позаимствованы народами, жившими далеко друг от друга. Юное человечество стало свидетелем одних и тех же глобальных явлений и событий, например, всемирного потопа и появления небесных учителей, тех законодателей, которые пришли из Вселенной. Это они учили молодое человечество, внушили нам, чтобы мы не пожирали друг друга, научили наших предков письменности, дали некоторые астрономические знания. Это те самые учителя, которые пообещали когда-нибудь вернуться на землю.